Крупнейшие российские компании сегодня подверглись атаке мощного вируса шифровальщика по имени Петя. Среди них Роснефть, Башнефть, российский офис Марс и другие. Ударил вирусы по Украине. Там пострадали Ошанки, Евстар, аэропорт Борисполь и внутренняя система правительства Украины. Также есть сообщения из Испании, Нидерландов и Франции. Первой тревогу забила наша Роснефть. Она уже обратилась в правоохранительные органы. Источники ведомостей добавляют, что все компьютеры в Башнефть, она под контроль на Роснефть, одновременно перезагрузились. После этого они скачали неустановленное программное обеспечение, вывели на экран заставку этого вируса. По данным газеты, в офисе Башнефть в Уфе полностью выключили электричество. Не работала главная страница сайта Роснефть. В компании подчеркивают, что добычу нефти они не остановили, потому что перешли на резервную систему управления. Эксперты говорят, что вирус-вымогатель Пети действует по той же самой схеме, что известно его на край. Он шифрует данные, обещает выслать ключ, когда им заплатят нужную сумму. Это примерно 300 долларов, но в биткоинах. Чтобы найти противоядие от вымогателя, понадобится время. В конце концов, абсолютно защищенных надежных систем антивируса не существует. 100% угроз, тем более, которые только что появились в их словомышленнике, только что написали. Они не детектируются. Поэтому всегда есть какой-то временной промежуток между тем, когда угроза появилась, и тем моментом, когда специалисты по информационной безопасности научились с ней бороться. И именно в этот промежуток происходит наибольшее количество заражений. Вот сейчас как раз мы это наблюдаем. И еще специалисты советуют не поддаваться шантажу и не слать деньги хакерам. Ведь никакой гарантии, что они все-таки вышли в ключ для разблокировки компьютера, нет.